Буэнос диасперцы! Ядерный рассвет снова озаряет вашу экран, а это значит, что мы продолжаем катать в мост вантед. Усаживайся поудобнее, берите местечки и делайте громче. Будет жарко. Погнали! Итак, я предлагаю сразу переползти от слов к делу. Я еще утренний кофе не допил, поэтому могу покашлять. И давайте-ка подумаем, какую же хуйню нам закатить. Так, шоссе 99 и стоит. Мне, честно, впадло думать, что и как. Поэтому будем действовать по обстоятельствам. Посмотрим. Я таки... С момента съемки профучастия прошли где-то сутки. Я таки переспал денек с этой мыслью. Ну, теперь посмотрим. Поедет это говном, как мне надо. Блядь, ну вроде пока все аккуратно, тихо, мирно. Блядь, слишком низкий угол взял. Ну вот опять RX-8. Эва, блядь. Какого, сука, лешего? Нет, блядь. После Теза точно пересаживаемся на ебучий Эклипс. Я в рот ебал именно из-за этих вещей на гольфе ездить. Не, хотя бы по теории, блядь. На гольфе можно спокойно доехать до барона. Может даже его ушатать. Хотя далеко не факт. Потому что, ну, сами понимаете, пусть, конечно, и ведро ведром, но, блядь, запаршивец это запаршивец. Поэтому думайте сами, решайте сами. Страдать или не страдать. Я не резист, нихуя это видно по моей зеленой, сука, машине. Поэтому, как говорится, не забывайте, блядь, страдать. Маленький спойлерок по ходу повествования. Наверное, все тачки буду красить именно в этот цвет. Потому что в рот я ебал. Едет на чем-то, кроме зеленого. Потому что, блядь, просвещенный же, нахуй. К слову сказать, в следующем сезоне 2020 года наверняка буду снимать дневники агента. У меня был как-то тестовый видос еще со старым сканером. Но, блядь. Будем считать, что я так вскользь обмолвился. Но дневникам агента быть. Надо только решить проблемы со звуком. Потому что, сами понимаете, придется записывать все на улице. на телефоне. Поэтому придется объяснять азы. Сука, сука, сука. Побело. Поэтому придется объяснять все тонкости, азы и тому подобное говно. Будут гайды по правильной линковке. Хуё-моё. Влево-вправо. Куда ты, сука, оторвался? Ну и прочие приколы. Даже если удастся собрать комрадов, скорее всего, сниму очень хитрый гайд по правильному фарму с фракером. Потому что, смотрите. Хотя, не, не смотрите. Все равно нихуя не поймете. Это надо либо очень долго играть, чтобы понять все на словах. Потому что такие вещи объясняются обычно на живом примере и желательно на пальцах. Блядь, ну этот говноглот уже приехал. Вот какого, сука, хуя? Я поражаюсь, как он, блядь, так втопил. На нахуй, пидорас. Будет мне эту свою бу-бу-бу, блядь, показывать. Ладно, поехали за ново. Хотя странно. Я вроде нигде не разложился, но этот гондон оторвался на полкилометра. Как, блядь? Вот как, нахуй? Блядь, а почему он? Такой нервный. Во, нашел нужное слово. Тачка очень нервная. Мне приходится постоянно ловить по дороге, чтобы никуда не впилить. Ну вот гондон все-таки срезал. Хотя, стопы, блядь. Вот, сука, опять полетел. Ну, стоило мне только чуть-чуть притормозить, и он уже выскочил. Ебаться в телевизор. Блядь, а почему мне попалась именно эта хуёвина? Меня даже кобальт уёбывает. Как, блядь? Хотя, я помню, на кобальте, блядь, это та ещё задачка ездить. А он, по идее, ему просасывает только лексус, по-моему. Даже от фиата может добиться более вменяемых показателей. Мне очень повезло, что я ударился задним крылом. Да пошёл ты в пизду, козлина. У меня же тем уже две трети. Но, с другой стороны, мы идём хорошо так в догон. Может, даже в обгон. Угу. Куда ты, блядь, лезешь, оленя, кусок? Чтоб тебя, сука, ниггеры в четыре очка драли. Я предупреждал, по-моему, что могу нести лютую хуйню. Но, тем не менее, мне нравится быть и политкорректом. Я могу называть пидорасов пидорасами. Хуесосов хуесосами. Нигеров ниггерами. И мне, по сути, за это ничего не будет. Мы, блядь, не в США живём. Где, за слово ниггер, тебя могут пристрелить, нахуй. Да, я опять ударился в политопа. Ну да допизды. Просто мы живём в России, господа. Ещё тут можно казак. Да, я чуть-чуть могу на украинской. Так, и чё там? Ещё одна гонушка. А давайте подумаем. На основе выбора два кольца и спринт. Спринтец будет крайне ебанутый. Да колечко тоже не сахар, если честно. Я охуя знаю. Вот это вот я не очень люблю. Потому что там есть одна ебанутая срезка, в которой можно ничего так ебениться. А здесь придётся дрочить ментов. Ну да ладно, поехали спринт. Опять дрочить ментов. Но с другой стороны, нам всё равно сейчас набивать 100 тысяч рейтинга перед Виком. Да, опять менты, опять длинная погоня. Васян, привет. На нахуй. Там можно через боскетбольную площадку пилить? Можно. Но, как показываю, практика не шибко-то и нужно. Меня больше интересует возможность прыжка. Нет, игра ещё считает, что... Видите ли, блядь. Вы на своих ведрах там ещё не созрели. Прыгай. Эклипс. Так. Не, хуй. Там, по идее, тоже такая конская нахуй срезка. Там можно было бы... Было бы... Спуститься вниз. Выскочить где-нибудь вот там и надрать всем сратьям. Одно разу. Пидор замедлился больше, чем я. Хоум-суит-хоум, блядь. Перчим нахуй. Жалко, здесь не реализован слип-стримчик. Так, немножко спидбрейка. Пока пидорюга оттормаживается. Мы такие хуяк. И полетели. Блядь, не получилось, не портануло. Ну-ка, ладно. Так, ну... Северо-восток, внимание. Замечена группа уличных гонщиков. Точное количество неизвестных... Блядь, она опять сейчас... Тормаживает, блядь, попыкин. Кто может поверить этот вызов? Сейчас ты понял. Блядь! Накаркал. Сука! Блядь, я еще и втемяшился в ту тачку, которую он так усердно объезжал. Ну, ебаный ты насрал. Блядь! Я знаю, что там на самом деле не челлендж, но все равно... Блядь, почему этот коров язык нельзя срезать? О! Мусорка! Мусорка, мусорка, мусорка! Сейчас будет... Шоооо! Не, не будет. Не, мусор. Блядь, почему этот пидорос именно на меня сагрился? Хотя с другой стороны всё равно пахнет перезаездом. Снижу гонщиков, иду за ними. Да ладно, блядь! Следует назад, оставить стрим! Чего, щенки, блядь? Вуууу! Выдумали я налево поеду? Ахуй, там мне налево нельзя. Девушка прикончила. Чё, орки отстали, что ли? Ну, очень я быстро шныряю. Бля, господа. Не похоже ли это на то, что я более-менее преврочился к управлению Гольфом? Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на запад. Поставить стрит. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительный... Ну чё? Ну чё, ну чё, ну чё? Два спринта. Давайте завезём щенку. Ну, фрака. Ого. Ведри, ешмада, пока. Надо выбивать либо тачку, либо деньги. Драть следующего козла на тачке предыдущего. О, как раз одна из последних волнушек. Блядь, вы серьёзно? Нахуй сюда контейнеровоз загнали! Пидор нагоняет. У-у-у! Ну, а в отличие от него я действительно псих. Ну, перед Виком тачку менять придётся полюбасом. Я вот вам расскажу. На Гольфе я его при всем желании не стащу. Бам! Бам! Блядь! Бесите орки, ёбаные! Блядь! С другой стороны, несмотря на то, что я чекендронился куда-то не туда. Пидорюга всё равно ездит как полный рак. Я-то думал, это будет на Motherfuckin' Challenge, но нет. Ну, хотя, с другой стороны, я уже сколько раз эту игру проходил, поэтому, как бы, знаю более-менее некоторые фишечки. Так, здесь мы прямо по мосту летим. Ах ты ж, блядь! Три секунды отрыва. Улыбнулся, хотя он не вышел. Кстати, да, вот как-то реально какая-то хуйня происходит. Я, наконец-то, нормально, блядь, поехал на этом ебучем Гольфе. Но, с другой стороны, я бы его не рекомендовал в качестве первой машинки. Во-первых, потому что ты его взять не сможешь. Если у тебя нет в моих документах сохранок от Underground 2, тогда тебе начисляется дополнительный, там, сколько-то тонн в качестве джамп-старта, и ты, в принципе, можешь его взять. Но, опять же, вот это вот ебучее управление, с которым нереально совладать на первых порах, к нему приходится очень сильно придрачиваться. Тот же Эклипс, к примеру, ведет себя до крайности податлива. Тачки высоких уровней, ну, исключая разве что Ford GT и Murko. Они, ну, просто из-за того, что они длинные, мощные, оттого не очень-то поворотливые. Та же Галка. Блядь. Ну, это Ламба, конечно же. Поэтому она, учитывая ее короткую относительно других базу, она должна поворачиваться за ней. И она это делает. Причем, я бы так же сказал, с удовольствием. Так. Загадочный гейский вжух. Опять, ты ебучая шикана. Блядь, реально, в этом городе дороги строили, как будто Петр Первый бухой на телеге ехал. О, загадочный гейский вжух. Блядь, у него, походу, тачка разгоняется бодрее моей, но максималка. Блядь, у тебя что, чешу жопится, что ли? Странно. Он не оттормозился. А мы воспользуемся ситуацией и сделаем загадочный гейский брейн. Вот петух. Один джух, и ты потух. Так. Внешний радиус. Вся хуйня. Не, ну вы видели, как он выпрыгнул? Трафик, что ты делаешь, скотина? Да, с другой стороны, я тоже, блядь, ебашу по городу 230 и вообще как-то в хуй не дует, по-русски выражаясь. У меня тачку косоедую по всей дороге, просто потому, что могу. Блядь, я вот здесь потерял среднюю скорость. В принципе, можно было вот этого не делать, но с другой стороны, отрыв в 200 метров, это, сука, отрыв в 200 метров. Блядь, столько щелчки и клавы. Да, я играю на клавадуре. Вдобавок ко всему, у меня 43-дюймовый монитор. Завидуйте, мол, сейчас с сочкой шучу. На самом деле, я просто не стал выебываться и подключил комп к телевизору. Я, по-моему, как-то рассказывал, что у меня с компом. Он у меня стоит в стенке, и в итоге звук на него заведен по HDMI, интернет по Wi-Fi. И получается так, что у меня телевизор работает и как динамики, и как монитор. Причем охуевший, поскольку это изогнутый Samsung 6-й серии. А самый главный, наверное, прикол, то, что у меня в комп входит всего два кабеля. Так, правая. Денежки. Наверное... Нет, все-таки левая. И тачка. Заебись! Все, как я планировал. Тачка была слева, запомните. Слева! Вот петук в шляпе. Не, не хочу смотреть кат-сцену. Я их ненавижу. Так, а вот теперь можно съездить и за ведром. Блядь, на этой тачке невозможно ехать медленно. Они приходят и тошнит по городу. Я в рот ебал. Заодно сейчас посмотрим, что у нас по баблищу. Так, а наличности у нас 43 тысячи. Ну, почти 44. В смысле, блядь, Эклипс дешевле Гольфа? Гольфешник стоит 35. Эклипс 30. Ну, а четвертая, ладно. Но у нее с ускорением проблемы. Не, на данный момент даже ТТ ей прососет. Эклипс это лучшее, что мы сейчас можем взять. Так, сесть за руль. Сразу в гараж. Сколько у нас? 14 тонн на борту. Блядь, сначала охуяли у меня три машины, потом вспоминаю, что я еще АС-300 выбил. Нет. Давайте сядем за руль. Сколько там? 13500 было. Посмотрим, стоит ли их раздевать перед тем, как продать. Не, кстати, едет он вполне бодро. Но, как я и говорил, он гораздо более податливый, нежели Гольф. Так, смотрите. Идем в стайлинг. Так, 13500 напомню. Так, а теперь смотрите. 13500. Мы сейчас заработали 6000. Просто не скуя. Если удастся продать его дороже, чем 7500, значит, стоило его раздеть. Блядь, это работает. То есть мы только что не скуяно фармили дополнительные 6000. Поехали. Теперь у нас 50 тонн на борту. Мы можем нормально так прокачать. Видришко. И это первая машина, у которой не 4 горшка. Она же V6. Так. Нам нужны тенячки. Так. 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 29 тысяч мы у него только что ввалили так посмотрим что поставим вы хотя бы кузовщина не обвес на него какие-то уебанские не нереально уебские максимум что мы можем сделать это поставить пиздатые тапочки ну и перекраситься сами знаете в какой цвет атомно-зеленый эклипс ну атомно-зеленый ядерно-зеленый ну вы понимаете о чем речь виски так белые вот так сделаю по зеленым цветам не зеленый нему как говнотный может принципе в желтый выкрасить но это не смотрят поэтому пусть остаются белыми зеленый тонер и у нас еще осталось 20 тысяч ебаться в телевизор вот теперь можно и пока но блять вот эта тачка заметьте как ее приклеивают к земле и она очень хорошо реагирует на руль конечно не без шероховатости но все равно она реагирует на руль гораздо четче гольфа реально гольфингер тут и рядом не стоял просто блять и рядом не стоял опять же надо будет в некоторых моментах сука придрочиться но она хотя бы ездит как надо я могу ею управлять блять и не ловить ее по всей ебаной трассе хуяк 5 тонн рейта шикарное торможение так три парей 100 тысяч рейтинга дайте-ка подумать хронометраж серии так уже затягиваться я не хочу снимать часовые ролики поэтому давайте-ка наверное на этом моменте сделаем палку всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте пальцы вверх комментируйте обсуждайте делать прочую непотребную хуйню вы знаете что делать ну а пока до скорого